Беседа со Шилой Прабхупадой на утренней прогулке, 11 января 1974 года в Лос-Анджелесе. Читая книги, он осознал, что мы должны избавиться полностью от всех желаний. Но он хотел больше узнать об этом, как Шил Прабхупада только что объяснил. Наши желания не могут уйти, потому что это признак живого существа. Но у нас должны быть какие-то желания, но настоящее отсутствие желаний — это когда вы больше не желаете ничего материального. Например, кто-то чего-то все время желает от Бога, да, не рядами того, но когда мы очищаемся, мы желаем, «Лишно, возьми меня, прими то служение, которое я могу оказать тебе». Но когда у человека недостаточно знаний, то он желает его представление о отсутствии желания. Это состояние мертвого камня, потому что желание, материальное желание приносит ему страдание, поэтому он хочет положить этому конец, и его представление — это отсутствие желаний. Но это состояние невозможно, потому что признак жизни — это наличие желания. Так мы отвечаем ему, чтобы он очистился и просто служил Кришне всегда, и не прекращал свои деятельности. Прабхупада говорит, что человек трудится день-ночь. Он не может погрузиться в ничто, для того, чтобы обладать чистыми желаниями, нужно заниматься какой-то деятельностью. Есть место духовной желания, духовной деятельности. Что ты скажешь на это? Ты понимаешь, что такое отсутствие желаний и наличие желаний? Так называемые трансценденталисты иногда нас критикуют. Они говорят, что преданные Харе Кришна слишком активны. Они думают, что мы действуем ради плодов, все время носимся, пытаемся продавать свои книги. Они всегда очень активны, потому что они не понимают, что такое отсутствие желаний. И они говорят так, а потом они начинают курить. Критикуют нас. Они говорят, что вы не должны ничего делать, если вы трансцендентны. Почему вы так тяжело трудитесь? И затем они демонстрируют, что у них, у самих есть наличие грубых желаний. Обрыв записи. И поэтому, когда они видят, когда они слышат это описание Кришны, у которого есть отец, мать, друзья, они думают, что это такое? Мать, отец, друзья есть и у нас здесь. Как же это может принести освобождение? Они не могут понять. Их разум так узок. Поэтому они говорят, что это тоже майя. Когда мы думаем, что Кришна, Всевышний, у него есть родители, друзья, он играет, это тоже майя. Поэтому их называют майя-вади. Они не могут уяснить, что в духовном мире есть все то же самое. Но положение иное. Это абсолютный мир, где отсутствуют какие-либо обозначения. Шейла Прабхупада, сегодня утром вы также говорили о том, что мы должны стараться любить только Кришну и ничто другое. Но если мы любим своих духовных братьев, это тоже любовь к Кришне? О, да. Потому что все они от Кришны. Кто такие твои духовные братья? Они слуги Кришны. Если вы не любите своих духовных братьев, это означает, что вы отвергаете часть Кришны. И наши дети тоже? Да. Если вы любите детей, если вы стараетесь дать им сознание Кришны, то это тоже любовь к Кришне. Кришна хочет сарва-дармана-притя-джа. Если вы помогаете в этом, для чего наше движение существует? Почему я приехал в вашу страну? Для того, чтобы сделать вас сознающими Кришну. Это любовь к Кришне. В противном случае, зачем мне было приезжать сюда? У меня здесь нет никаких дел. Поскольку я люблю Кришну, я хочу видеть, чтобы все в мире сознавали Кришну. В противном случае, зачем в старости я иду на эти усилия? Точно так же, если вы любите своих детей, если вы хотите, чтобы они сознавали Кришну. Пусть у вас будет сотни детей, пусть они сознают Кришну. Это любовь к Кришне. Если вы воспитываете их как кошек и собак, то даже рождение даже одного ребенка – это тоже грех. Но если вы можете дать им сознание Кришне, то пусть у вас будут сотни детей. Это любовь к Кришне. Бхагава в этом говорит. Человек не должен становиться отцом, матерью. Если он не способен спасти детей от неизбежных лап смерти, таково условие. Смерти не избежать, если человек не сознает Кришну. Если вы не способны сделать своих детей сознающими Кришну и не положить конец их смерти, рождению, то не становитесь отцом. Таково предписание. Если вы действительно можете это сделать, то станьте отцом сотен детей. Такое условие. Если вы не можете, если вы можете, то это любовь к Кришне, потому что если вы не любите Кришну, то зачем вам интересоваться? Зачем вам стараться сделать других сознающими Кришну? Пусть они катятся в ад. Зачем вам идти на этот тяжелый труд, чтобы дать им сознание Кришны, если вы не любите Кришну? Это признак любви. Я люблю Кришну. Но я ничего для Кришны не делаю. Это нонсенс. Это нонсенс. Поэтому я сказал, что брат нашего Гуру Махаража критикует Гуру Махаража, но что он сделал для Кришны, и что мой Гуру Махараж сделал? Если бы Гуру Махараж не воспитал меня, как бы могло распространиться это движение сознания Кришны по всему миру? А что он сделал? Одна критика не дает никакого проку. Мы хотим увидеть практический результат. Вы понимаете или нет? У тебя же те же возможности. Руб Ада, мой Гуру Махараж, находился в Майпуре, а у тебя есть место рождения, Бахтимон-Такура. Что ты сделал? До сих пор там джунгли. А что в Майпуре? Все американцы строят там величественное здание. Поэтому, если просто вы критикуете, это еще не делает вас сокровенным преданным. Где ваши действия? Что вы сделали? Вот что необходимо. Палена Паричиэте. Обрыв записи. Если Кришна не даст возможности, никто не способен служить Кришне. Но Он дает возможность соответствующему, подходящему человеку. И так везде. Если вы хотите стать менеджером фирмы, то владелец фирмы должен удостовериться, что вы способны на это. Тогда Он дает вам возможность. Хорошо. Это взаимно. Например, сегодня мы изучали шлоку. Где говорится, что Кришна стал сарадхи. Разве Кришна стал сарадхи негодяя или глупца, а Он стал сарадхи арджуны? Это нужно учитывать. Если мы не обладаем никакой квалификации, Кришна, стань Моим сарадхи. Кришна не дешевка. Прежде всего, обретите достойное качество. Сначала заслужите, потом желайте. Сначала заслужите, потом желайте. Итак, как человек, сознающий Кришну, может быть свободен от всех желаний? Все начинается с желания. Я желаю служить Кришне. Это начало. И тогда Кришна даст вам возможность по вашим заслугам. Так это делается. И этому есть объяснение. Когда вы полностью избавляетесь от желаний ко всему материальному, то с этого момента начинается бхакти. Вот что значит отсутствие желаний. Это когда вы свободны от любых желаний, кроме желания служить Кришне. Это отсутствие желаний. Отсутствие желаний — это нежелание, ничего материального. Вот что значит отсутствие желаний. Философия Майавади гласит, «Все есть Майя, поэтому Кришна — Майя». Это Майавади. Они не знают о различии между Майей и реальностью. Для них все Майя. Поэтому их называют Майавади. И Кришна для них тоже Миття. Такова их философия. Поэтому в Бхагаватам вначале говорится «Парам саттям димаги». Саттям не Миття. Миття вы можете отвергнуть. Но до тех пор, пока вы не отыщете «Парам саттям», однако они не знают, что такое саттям. «Парам саттям». Поэтому Бхагаватам говорит «Парам саттям димаги». Здесь слово «Анья билашито». «Анья билашито». «Анья» значит нечто отличное от Кришны. «Анья билашито» — это шуньям. Когда вы свободны, полностью свободны от каких-либо других желаний. Гьянам, гьяни, также желают освобождения. У гьяни тоже есть желания. Как их можно назвать свободными от желаний? Ведь они стремятся к мукти. Йоги стремятся к ситхе. К арме желают лучших условий жизни. От всего этого следует полностью освободиться, и тогда это отсутствие желания. Если же вы желаете мукти, то разве это отсутствие желания? Видите, как они обманывают. Они хотят стать муктой, и тем не менее они говорят о отсутствии желания. Но это же ваше желание. Видите, несовершенство. Почему вы желаете мукти? Они говорят, что вы же тоже хотите служить Кришне. Поэтому я и говорю, что отсутствие желания – это означает желать Кришне. А это отсутствие желаний. Мы не стремимся к мукти. Мы можем отправиться в ад даже, чтобы служить Кришне. А не желаний и речи не может быть. Мы желаем Кришну, и это отсутствие желаний. Это как больной человек. Если он желает хорошей, здоровой жизни, то разве это плохо? Вот желать болеть дальше – это плохо. Поэтому я говорю, вы не можете отказаться от желаний. Это невозможно. Вы должны очистить свои желания. Когда вы желаете ради Кришны, то это отсутствие желаний. Что значит быть свободным от болезни, быть здоровым? Это не означает прекращение принятия пищи. Когда вы болеете, и когда вы едите при этом, вы просите, дайте мне этой вкусной пищи. Но вы не можете ее есть, потому что вы больны. Она будет безвкусной для вас. Вы просто желаете, но вы не можете наслаждаться. Но вы, тот же человек, когда вы выздоровеете, то сможете наслаждаться приятным вкусом этой же пищи. Когда вы очищаетесь от болезни, вы просите расогулы, наслаждайтесь яей. Но когда вы больны, то даже расогулы покажутся вам безвкусной. Мы хотим тех желаний, которые приносят вам счастье. А тех желаний, которые приносят страдания, мы не хотим. Поэтому Бхагавата начинается со слов «дхарма, праджи, такая-то утра». Бхагаватам свободен от религий, основанных на обмане, потому что в каждой религии есть какое-то желание материального, вплоть до мукти, букти-мукти-сиддхиками. Общая масса людей, кармии, желают наслаждения, материальных наслаждений. Гьяни хотят мукти, а йоги хотят сиддхи. Все чего-то просят. Но Бхагавата отказывается от всего этого. Мы ничего не хотим, мы просто хотим Кришну. Поэтому Он свободен от желаний. Вы должны проверять. Старе ли вы с шантой, испытывая то или иное желание? Это невозможно. Кроме как, если вы начнете желать ради Кришны, когда вы начинаете служить Кришне, тогда вы чувствуете трансцендентное наслаждение. В противном случае это невозможно. Ради достижения мукти им приходится делать столько всего, столько всего. Итак, отсутствие желаний — это желание ради Кришны. Таков вывод. Это учение, читание Махатрабху. Это желание. Из жизни в жизнь. Я хочу оставаться преданным тебе. Вот это сознание Кришны. Вначале Он говорит, «Нет, нет, не это, не это, не это». Но должно же быть что-то позитивное. И это «Мама Джанмани Джанмани Ишваре». Если мы только отрицаем, то что это даст? Вы должны получить что-то позитивное, тогда вы будете удовлетворены. Вы где-то работаете, допустим, и вам платят мало. Вы хотите бросить эту работу. Уволиться. Но если вы не получите работу с более высокой зарплатой, то какой смысл в вашем увольнении? Вы будете голодать, и вы снова устроитесь. «О, Господин, я совершил ошибку. Пожалуйста, устроите снова меня». И вот таково положение Майавады. Они хотят слиться со Всевышним, но это невозможно. Проходит какое-то время. Они подвергают себя суровому москетизму и достигают Брамаджиоти. Но там пустота. Они не могут там оставаться. И у них нет знания о Кришне, поэтому им приходится возвращаться. Он желает наслаждения, но там наслаждения нет. Он думает только «Я Браман». Но какое в этом наслаждение? Вы считаете себя каким-то Браманом. Да, вы уже Браман. Это они летают на спутниках, спутник-валы. Они поднимаются очень высоко. И снова спускаются. Вы ведь так высоко поднялись. Зачем? Вернулись. Но там нет прибежища. Они там не могут найти прибежища. Им приходится возвращаться. Точно так же отсутствие желаний не предполагает прибежища. Вы должны прийти снова к материальным желаниям. Вернуться к ним. В Брама-самхите говорится, что они могут достигать скорости ума. Например, у нас есть такой опыт, когда ребенок начинает плакать, вы даете ему что-то, он успокаивается сразу же. Должно быть что-то позитивное. Если вы только отнимаете, ничего не давая, то это не принесет удовлетворение. Он снова заплачет. О, мне нечего делать. Таково положение Майвади. Карми, йоги, гьяни, все они глупцы. Поэтому Кришна говорит, «Сарва Дхарма, негодяйся, оставь все эти попытки карми, йоги, гьяни, сидги, выбрось все это. Мамэ кам шаранам в раджа». Такое наставление он дает. Только мне. Тогда ты будешь удовлетворен. Карми могут сказать, поскольку они не знают, они думают, что как это можно не работать. Они удивляются, как эти люди не работают, и они счастливы. Они не могут себе представить, что без тяжелого труда человек может есть, спать. Когда они видят, что наши преданные не работают, и они никому не служат, как это возможно? Они не могут себе представить. Они не могут представить этого. Но это возможно. Поэтому, когда Кришна говорит, «Мамэ кам шаранам бхага», «Карми, гьяни, они думают, «Как же я буду жить, если я стану преданным Кришной, как же мне выжить?» Поэтому Кришна уверяет, «Ахам-тоам-сарва-папипьё, я защищу тебя». Это сознание Кришны. «Прежде всего, предайся мне, и тогда я дам тебе все, что ты хочешь». Карми всегда переживают. Каранда, мы заключили контракт на покупку земли в Бомбее без денег. Тогда не было никаких денег, когда я подписал этот контракт. Откуда деньги взялись? От Кришны. И ни одна, ни две рупии. Миллион восемьсот тысяч рупий. А когда я подписывал контракт, у меня не было даже тысячи восемьсот. Нужно просто было добавить ноль с правой стороны. Когда вы подписывали контракт, это когда Маддвиши с вами отправился в Австралию, он не хотел оставаться в Бомбее. Нет, я спросил его, «Ты можешь позаботиться об этом месте?» Он отказался. «Нет, не могу». Знаешь об этом? Да, я слышал. Затем Брамананда заверил меня, «Я позабочусь». Поэтому я подписал. Но на практике он оказался не лучшим, Маддвиши. Он заключил контракт на обустройство лагеря за 40 тысяч рупий. Я же договорился за 10 тысяч. Так, мы работаем в Индии, тратим деньги, но без американцев 50% мы теряем. Несем убытки. Что можно поделать? Они обманывают, на каждом шагу. Как, например, в случае с этим лагерем. Брамананда с Маддвиши вместе они подписали контракт на 40 тысяч рупий. И тогда я сказал, «Я не собираюсь платить столько денег». И на Кумба Мели тоже. Они подписали контракт на 10 тысяч. 5 тысяч уже заплатили. Я сказал, «У меня нет денег. Вы должны довольствоваться этими деньгами, которые вам выплатили». И они начали беспокоиться. Но потом они согласились, потому что они получают 100% прибыли. Как только они видят американца, цена в два раза вырастает. В два раза? Нет, в 500 раз. Как только они видят американца, значит, у них деньги есть. То же самое на рынке, когда ходишь за покупками. Очень дешево, они говорят. Очень дешево, бабу. Дайте эту историю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова